Всем привет, с вами Андрей Фоев и шоу в авторгол, шоу в футболе, российскому не только. Да, я немножко просрочился выпуском, поэтому делал выпуск практически за три недели. Самое интересное, что те две новогодние недели пронесли очень много различных футбольных событий, а вот это вот после выхода с каникул практически не дало новостей. Давайте начнем с всего порядка. В канун новогодних праздников произошел такой слух, что Рональдин перешел в Ругвайский райсинг. Но как позже выяснилось, это у них аналог нашел 1 апреля и ничего такого не произошло. Миранчук стал владателем первой пятерки, лучший молодой игрок. Александр Баладюк, экс-глава тренера сборной России, стал главным тренером Кайрата. Плетикоса подписал контракт с Исманским депортиво. Марат Измаев, как сообщает его агент в новом году, найдет себе, ну уже в этом году, в январе должен определиться с новым клубом. В Манчестер-Сити, если Месси перейдет туда, готов платить ему 27 миллионов евро в год. Пол Березкин из Урала перешел в Краснодар. Гуэра очень хотел бы, как он сам признался, поработать с Гурдиовой. Песяков вернулся в аренду в Спартак. Напомню, что последняя местом работы Песякова, когда он находился в аренде, это был Махачкалинский Анжи. Вот только вопрос, будет ли играть Песяков, непонятно пока. Челси и Тоттенхэм, так же как и Рома и Милан, поборются за Витцеля. В прессе произошла информация, что Лученос-Политчик попросил руководству Рома приобрести ему игрока Акселя Витцеля. Алан Цегуев может перебраться в Англию. Интерес к нему проявляет на английский Нью-Кассел. Туран и Видаль заявлены за Барселону. Арда Туран будет выступать под седьмым номером, а Алекс Видаль будет выступать под двадцатым номером. Самое интересное, в первый заявочный день за Барселону был заявлен в разные структуры клуба 79 футболистов разного возраста и уровня. Бразильский Сантос хочет вернуть в свой клуб арбразильца Робинью. Зенит готов отдать за лидера Краснодара Гранд Креста 10 миллионов. Случится ли этот трансфер? Ну, увидим. А Савиди, ну, сделала, так сказать, подарок Ростову в виде 47 миллионов. А Рома не отпустит пьяничать зимой в Реал даже за 45 миллионов евро. Баруси также отказался продавать Гендагана в Ювентус. Недвид не исключает, что хочет пригласить Томаша Недседа в Ювентус. Аниас, форвард локомотива, признался, что если Девье Драгба позовет его в Челс, он прилетит за свои же деньги на ближайшем рейсе в Лондон. Джерард сказал, что вот сезон, который будет, 16-17, этот, скорее всего, станет его последним сезоном. Честно сказать, очень жалко, когда такие легендарные футболисты заканчивают свою карьеру. Галериал имеет интерес к Денису Чершеву. Но ввиду того, что в Мадридском Реале поменялся тренер и Зинадин Зидан возглавил клуб, сам Денис еще не имеет понятия, будет ли он играть или не будет. Запутанная ситуация в карьере Дениса, а не за горами евро, на котором игрок сам хотел бы сыграть. Защитник Ростова Башташ приглянулся Бешехташу. Реал готов продать летом Роналду за 60 миллионов. Интер не хочет платить за ловесие 6 миллионов. Прошел слух, что Луис Адриан, игрок Милана, так как не проходит состав итальянского клуба, может перейти в один из российских клубов. Называются такие команды, как ЦСКА и Краснодар. Ввиду того, что вроде как Рома не соглашается отдавать в аренду Думбия, ЦСКА еще на полгода, ЦСКА непременно нужны нападающие на оставшуюся часть сезона. Аль Шрави вернулся за аренду в Милан и к нему имеется с арендными соглашениями Рома и Фиорентина. Будет ли это так, увидим. А Байер не продаст Чичиориту. Арсенал выступил с предложением к Байер, но те не хотят продавать своего главного Галеадора до текущего сезона. Также Арсенал готов потратить на Бумьянка 27 миллионов евро. Случится ли трансфер? Увидим. Гройс Кройс, не проведя в Турции ни одного манча, перешел в Штунгард. Ну вот такой интересный трансфер перешел. Не поиграл, вернулся в Германию. Слухи отправляют Пату в Китай, но сам Александр признался, что хотел поиграть в Англии. К нему детальный интерес имеют Челси и Ливерпуль. Пополучится ли перейти в Англию Пату? Неизвестно пока. Слухи сватывают также Ивановича в Милан. Как я уже сказал, на линии ждут в Англии. Тренер Кокорина признался, что по футболисту нет предложений. Он отправится на предсезонный сбор вместе с Динамо. Как я уже сказал, Бенитовс уволен, вместо него Седан. Дуглас Коста из Мюнхенской Баварии. Лучший игрок первого круга в Бузнес-Лиге. Кевин Принц Буатенх вернулся в Милан. Ну, как свободный агент был подписан. Милан подписал с ним полгода до того контракта. Ханданович продлил контакт с Интерн до 2019 года. Артем Милевский, великий нападающий сборной Украины. Он выбирает между ЮАР и Китаем. Куда перейдет Артем, пока неизвестно. Также прошел слух, что Фальцкал может отправиться в МЛС. Себастьян Айлер из Утриха, которому 21 год. У него также активно претендует ЦСКА и ряд английских клубов. Также произошел трансфер в Ливерпуль. Горович, игрок Цервейна Звезда, перешел в Ливерпуль. Самое интересное, за несколько дней до перехода этого игрока его отец не хотел, чтобы игрок переходил в Ливерпуль, ввиду чего спрятал паспорт футболиста. Ну, так или иначе, он перешел. В это новогодние праздники была и трагическая новость. Умер известный российский футболист и тренер, один из тех, кто помогал Леониду Викторовичу Слуцкому в его восхождении в тренерском деле. Это Сергей Шустиков. У него было 45 лет. В Валенсии очень интересен Лария Ермоленко. Также Валенсия проявляет интерес к Хонде. А Россия находится также на 24-м месте ритма ФИФА. Джермен Дженес, когда-то классный центральный полусочетник Тоттенхэм, в 32-м году завершил свою футбольную карьеру. Но Эштайдер, как сообщается, получил российское гражданство или уже почти получает российское гражданство, уверен в своем вызове в сборную на товарищеские матчи в сборную России. Вагнер Лав перешел в Монако. Как сам Вагнер сказал, хочет побороться с Монако за попадание в Лигу Чемпионов. А Ковентри выкупил Джо Коула. Федерация Футбола Аргентины и Уругвая хотят совместно провести Чемпионат Мир 2020 года. Айфи Эйби хотят ввести в следующем футбольном сезоне видео-повторы. Но, по-моему, давно пора. Хочередий урок украинской сборной оказал он Вевертону в переход. Дидан оказался продать иском. Пока интересно, как получится у Дидана, кого продаст, кого купит. Но насчет купить не знаю, так как начиная с летнего трансферного окна, два трансферных окна, Мириал и Атлетика Мадрид, никого не мог подписать, ввиду нарушения правил подписания 18-летних футболистов. Тех, точнее, тех, кто не достигли 18 лет. Напомню, что Риал подписал 16-летнего Мартина Эдекор. Ионов продлил контакт с московским Динамо. Юру Мавсисян, игрок московского Спартака, может перейти в Риал Солт Лейк. Кирилл Камбаров и Владимир Гранут могут перейти в московское Динамо. Только будет ли это полноценный трансфер или аренда, пока неизвестно. Юрий Жирков отказался от нового контракта в Динамо в полтора миллиона евро. Слухи отправляют его в питерский Зенит. Питерский Зенит также хочет обменять Ткачука на Магомеда Аздоева. Имеет к нему предельный интерес. Сам Магомед сказал, что не хочет гнаться за титулами, переходить в питерский клуб. Внимание, видяще Ростов в контакт с Интером. И его слухи отправляют в московский Партак и в римский Лацелу. Кокорни отказался продлевать контракт. Чиро Иммобили закончил свою аренду в Севиле и я отправился в Торино. Первая трансферная покупка московского ЦСКА это Сергей Статкачев, бывший футболист Локомотива и Краснодарской Кубани. А Сантана подписал контракт как раз с Кубани. Спаляти, зная возможности футболиста Доминика Кришета, хочет подписать его. Отступные Антуана Гризмана теперь достигает 100 миллионов евро. Поэтому клубу, который хочет подписать его, придется раскошелиться. И также Сельта хочет за Толита не меньше 18 миллионов евро. Вот так вот получился выпуск. Пускай я немножко задержался, но рассказывал вам про все футбольные события, которые произошли за прошедшие три недели. Не забывайте, что в конце будет рубрика Прикол на поле. А на сегодня это все. С вами был Андрей Файф. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мое видео, пишите, что вам нравится, что вам не нравится. Ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok